Происхождение — это персона самого туманного, потому что какие бы то ни было сведения о его юности не сохранились. В сохранившемся до последнего листочка следственном деле Разина их тоже нет. Даже год рождения точно неизвестен, предполагается 1629 или 1630 год. Некоторые историки считают, что он был не новоселом на Дону, а старожилом, причем из домовитых, то есть зажиточных. Что интересно, в 1652 и 1651 годах ездил на богомолье в Соловецкий монастырь. После христианской благочестия, если только оно у Разина когда-нибудь было, как-то выветрилось. Он собрал более двух тысяч воровских казаков, которым примкнуло немало беглых крестьян, и принялся гулять по матушке по Волге. Домовитые казаки во главе с атаманом Корнилом Яковлевым пытались его отговорить, но Разин их не послушал. И двинулся вверх по Дону, грабя не только проплывавших купцов, но и казачьи городки. Потом переправился на Волгу через так называемую Камышинскую переволоку и захватил богатый московский караван, который казаки ограбили дочисто, в том числе и судно, принадлежавшее патриарху московскому и всеяруси Иосифу. Зверствовали немало. Кого из пленников рубили на куски, кого просто вешали, кого пытали огнем, выясняя, где на судах спрятана казна, находившемуся на патриаршем струге старцу, то есть монаху, сломали руку и крепко избили, что опять-таки мало вяжется с христианским благочестием былого паломника ко святым местам Разина. Царских войск на Волге было мало, и Разин довольно легко разбил высланные против него стрелецкие отряды. Ограбив напоследок местных рыбаков, Разин взял штурмом занятый к тому времени Яицкий городок и разбил тамошний стрелецкий гарнизон. Человек 300 стрельцов все же прорвались в Астрахань. После этого атаман учинил в городке настоящий террор. Более тысячи человек, отказавшихся вступить в Разинскую ватагу, были обезглавлены и сброшены в одну огромную яму. Царские власти какое-то время полагали, что проблему удастся решить переговорами, пообещав прощение за все прошлые грехи в случае, если казаки Разина прекратят разбойничать. Такие обещания правительство исполняло. Однако присланный для переговоров московский стрелецкий сотник севцов был ночью убит, а тело выбросили в воду. Там, в Яицком городке, Разин и перезимовал. Весной 1668 года к городку подошел стрелецкий отряд. Поначалу его командир Безобразов тоже попытался договориться с Разиным добром, но его парламентеров Янова и Нелюбова Разин приказал повесить, а отряд Безобразова разбил на голову и решил идти в Каспийское море к персам. Противостоять ему не было возможности. Войск в тех местах катастрофически не хватало. А те, что имелись, воеводы доносили в Москву, служилые люди городовой службы, многие люди оскудели, голые, пеши и бедные и безоружные. В общем, много с такими не навоюешь. Перед тем, как выйти на Каспий, произошло событие, впоследствии отраженное в песне, пользовавшееся и до революции, и после большой популярностью. Сочинена она каким-то интеллигентом во второй половине XIX века, но очень быстро завоевала популярность не только у простого народа. Певал ее и Шаляпин на концертах. Поскольку молодому поколению она наверняка практически неизвестна, процитирую отрывками, насколько помню, целиком и сам уже подзабыл. «Из-за острова на Стрежень на простор речной волны выплывают расписные острогрудые чулны. На переднем сам Стень Каразин едет с молодой женой, свадьбу новую справляет он веселый и хмельной». Далее говорится, что эта молодая жена персидская княжна. Тем временем среди казаков начинается ропот, а бабился, мол, наш атаман. Одну ночь с ней провожался, сам наутро бабой стал. Поскольку с мнением такого коллектива следует считаться, Разин решает развестись просто и незамысловато. Обращается к Великой реке. «Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, не видала ты подарка от донского казака». Дальнейшие строчки, увы, не помню. Короче говоря, Разин хватает тут красавицу-княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. Самое интересное, что эта история подлинная. Правда, примерно наполовину. Княжна была не персидская, а татарская, захваченная ранее на Волге. И возжался с ней Разин не одну ночь. В наложницах у него княжна была год, успела даже родить сына. Так что мнимое возмущение казаков — чистый литературный прием. Многие возили с собой пленниц, так что ни Разин первый, ни он последний. Но княжну он действительно утопил. Некоторые исследователи считают, что это было натуральное жертвоприношение. Опираясь на старые предания о том, как Разину, накануне выхода в море, явился во сне Иван Горинч, водяной, хозяин яйка, и попенял Разину. Уже три года тот плавает, в том числе и по его владениям, а жертвы так и не принес. Вот Разин, проснувшись, княжну и утопил. Сына, правда, отправил на воспитание в Астрахань, к тамошнему митрополиту, дав на содержание тысячу рублей. Вообще-то, эта история очень похожа на правду. Христианство очень долго соседствовало на Руси со старыми языческими обрядами, причем некоторые сохранились до сих пор, например, в виде обычая в родительский день оставлять на могилах родственников еду или запреть освещать баню, даже если освещается дом и все хозяйство. А в XIX веке, пусть и редко, но зафиксированы случаи, когда при открытии новой водяной мельницы подстерегали ночью на дороге неудачливого путника и преспокойно топили. Опять-таки, старый языческий обряд. Короче говоря, острогрудые челны вырвались в Каспийское море. Для почина ограбили несколько судов русских купцов, потом разорили побережье между Дербентом и Шамахой, взяв много добычи и пленных. Потом двинулись к Баку и, как следует, погуляли в его пригородах, захватив семь тысяч баранов, как они только влезли на струги, и полторы сотни пленников, отвезя все эти трофеи на островок неподалеку от Баку. Далее совершенно непонятный психологический выверт. Высадившись с небольшим отрядом у залива Кизил-Агат, Разин отправил послов к шахским властям, предлагая вместе со всем своим отрядом перейти на персидскую военную службу. Персы, подозревая тут какую-то хитрость, с ответом тянули. Разин плюнул и уплыл к городу Решту, где обошлось прям таки малой кровью. Разин попытался закупить продукты, но правитель города отказал. Тогда разинцы ночью напали на городской базар, убив нескольких местных жителей, вероятнее всего, сторожей, кто же еще может находиться ночью на базаре. Никакой военной силы у персов в Реште не имелось. Поэтому было заключено своего рода джентльменское соглашение. Наместник разрешил казакам свободно закупать продукты, а те пообещали, что грабить город не будут. И даже культурно извинились за инцидент на базаре, сказавши, ну очень уж кушать хотелось. Из Решта Разин отправил новых гонцов к шаху с тем же предложением и снова не дождался ответа. Отплыл в город Фарабат, где, вот диво, несколько недель вполне мирно торговал с местными, а попутно отправил к шаху новых послов. Может быть, и в самом деле собирался наняться на службу, опасаясь, что на Дону ему стало слишком жарко. Ответа ждали шесть недель. Периодически приезжали шахские посланцы, дарили подарки, но отделывались туманными обещаниями. Они, мол, люди маленькие, полномочий не имеют, уже придет грамота от светлого шах-ин-шаха. А тем временем шах, очевидно, решив не связываться со столь буйной компанией, стал потихоньку собирать войско. И собрать успел семь тысяч кизил-башей, красноголовых, так звали солдат-шаха за их красные шапки. Однако врежд успел переправить лишь семьсот с соответствующими инструкциями местному хану. Дальше начался сущий приключенческий роман. Разин, знавший восемь языков, не просто был атаманок, не просто, стал, переодевшись персиянином, ходить на базар. А восточный базар, как известно, знает все на свете. И что было, и что готовится, говорили и об ожидающей геуров ловушке. В конце концов, местный хан, поставив шатры неподалеку от города, пригласил разина сотоварищей на торжественный обед. Предварительно договорились, что обе стороны придут без оружия. Хан привел с собой семьсот человек, и каждый за спиной под халатом прятал саблю. С Разиным явилось пятьсот казаков, точно так же укрывших оружие под одеждой. А неподалеку держали резерв из пятисот казаков с пушкой. И Разин успел первым. Какое-то время пировали, должно быть, провозглашая тосты за светлого шаха, за гостей и за все такое прочее, вроде вечной и нерушимой персидско-казацкой дружбы. Потом Разин дал условленный знак, и казаки, выхватив спрятанное оружие, кинулись на растерявшихся персов. Оплошавшему хану голову снес сам Разин, а засадный полк окружил шатры и персов. Мало кто из них успел выхватить свои спрятанные сабли, перебили всех до одного. После чего казаки, уже как-то и не помышляя, на службе шаху кинулись в беззащитный фарабат. Убивали всех мужчин, кто попадался навстречу, грабили все, что возможно, да вдобавок увели с собой на струге 800 женщин. Чтобы как следует отпраздновать столь удачное дело, они обосновались на островке в двух днях пути от фарабада и три недели пили без просыпу, да вдобавок занимались излишествами нехорошими разными. Благо, женщин имелось целых 800, и было из чего выбирать. Гулеванили так, что несколько человек умерли. В конце концов, должно быть, надоело, и разинцы, преспокойно перетопив в море всех до одной из женщин, отплыли в открытое море. О судьбе своих послов разин наверняка не вспоминал, а им пришлось тяжко. После того, как до шаха дошли известия о фарабадских событиях, двоих бросили на растерзание собакам, а остальные, спасая свои головы, приняли ислам. В море казаки ограбили еще несколько персидских торговых кораблей, потом уже привычно разграбили город Астрабад, побережье Удербента и Шервана, и, во второй раз, предместье Баку. Перезимовали на островке меж Геляном и Фарабадом. Там разин, вступив в переговоры с побережьем, выменял около 500 персидских пленников на гораздо большее число русских невольников из сугубо практических целей для усиления своего войска. Самое интересное, что к нему присоединилось и некоторое число чистокровнейших персов, из тех ухорезов, которые ради грабежа готовы были примкнуть к кому угодно, хоть к неверным. Весной двинулись к восточному побережью Каспия и пограбили там туркменские поселения. И тут-то появился персидский военный флот, едва ли не в полном составе. Примерно 3700 человек на небольших суденышках, сандалах и бусах. Людей у Разина было гораздо меньше, но, быстренько проведя совет, большинством голосов решили драться. Командующий персидским флотом Мамедей-хан придумал военную хитрость, очевидно казавшуюся ему гениальной. Он велел сковать все свои корабли цепями и полностью окружить казаков, тогда уж им не вырваться. То ли водяной Разину выражил, то ли просто свезло. Первая же тогдашняя бомба, набитая порохом ядро, пущенное с идущего на сближение казацкого струга, угодила в пороховой погреб персидского флагмана. Погреб взорвался, корабль загорелся и стал тонуть, таща за собой прикованные к нему цепями ближайшие суда. У персов началась маника. Пока они разбивали цепи, казаки пошли на абордаж. Победа была полная и окончательная. Из пятидесяти персидских судов по казацким заверениям аж семидесяти, но они могли ради славы и преувеличить, удалось уйти только трём. Казаки захватили три пушки и много пленников, в том числе сына местного хана, при этом не потеряв убитыми ни одного человека, разве что ранено было с полсотни. Впрочем, и тут могли чуточку приврать. Вернувшись в Астрахань, Разин совершил неожиданный финт. Сдал местному воеводе Прозоровскому свои знамена, ханского сына и знатных персидских пленников, а потом заявил, что готов послать царю прошение о помиловании. В Москву отправилось Разинское посольство из семи человек. Там они долго каялись, били челом об пол, слёзно просили простить им все грабежи на Волге и на Каспии и клятвенно зарекались больше так не делать, упирая на то, что пошли разбойничать исключительно из-за нужды и голода. Царь Алексей Михайлович после долгих раздумий объявил, что прощает казакам их прежние прегрешения, если они впредь перестанут разбойничать и будут верно служить царю. Вполне возможно, он поступил бы иначе, если бы знал, как проводил время в Астрахани Разин эти несколько недель, за которые посольство добиралось до Москвы и возвращалось обратно. Пока его казаки распродавали астраханским купцам персидскую добычу и пленников, атаман гулял по городу, украдкой изучая городские укрепления, а также раздал немало денег местной бедноте, у которой стал в большом авторитете, и из-за денег, и из-за широко распространившихся рассказов о славном атамане. Вернулось посольство с известием о царском прощении. Сдав астраханскому воеводе десятка два пушек, разинцы отплыли из Астрахани в Царицын, где, вопреки данным обещаниям, устроили грабеж. Правда, по сравнению со всем прошлым, едва ли не пустячный. Выпустили из тюрьмы всех преступников, тут же присоединившихся к спасителям. Местному воеводе удалось как-то с ними договориться и спровадить во своясе. На Волге, в окрестностях Кагальницкого городка, казаки нашли подходящее для зимовки место, куда всю осень и зиму к ним стекались казаки, до того не принимавши участия в походах, и в немалом количестве беглые крестьяне. Появился настоящий батько. Как писал Чехов, если в первом акте на стене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить. Весной ружье и выстрелило. Переправившись на Волгу, Разин, уже располагавший примерно десятитысячным войском, грабил татарские улусы, взял в плен несколько сотен купцов, без различия национальности и веры, разжившись у них немалым количеством денег, на которые купцы собирались закупать в Персии товары. А также дорогими тканями, мехами, высоко ценившиеся тогда юфтью, обувной кожей тончайшие выделки, одним словом, взялся за старое. Но очень быстро оказалось, это уже что-то новое. Войско Разина после короткой осады выломало ворота Царицыно и ворвалось в город. Большинство служилых людей воевать с казаками не стало. Только воевода с горсточкой стрельцов пытался обороняться в одной из башен, но долго не продержался. Как ни удивительно, особых грабежей, погромов и убийств на сей раз не было. Даже воеводу всего-навсего посадили под замок, а управлять городом Разин поставил выборного атамана из своих. Положительно, это было что-то новое. Власти на сей раз действовали быстро. К Царицыну подошел присланный из Москвы стрелецкий отряд Ивана Лопатина. Разинцы с помощью ловких маневров зажали его в клещи и нанесли сокрушительное поражение. Лопатин, полагая, что Царицын в руках правительственных войск, стал отходить туда и попал под пушечный огонь с городских стен, потерял убитыми половину отряда, а сам попал в плен и с ним еще примерно 300 стрельцов, которых казаки, чтобы самим не перетруждаться, принудили стать грибцами на своих челнах. Из Астрахани вышел новый отряд стрельцов и солдат числом в 5000 человек во главе с воеводой Семеном Львовым. Здесь обошлось без боя. Практически все стрельцы и солдаты перешли на сторону Разина. Летом 1670 года разорив Царицын и Черный Яр Разин подступил к Астрахани. Тамошний воевода князь Прозоровский был не новичком в военном деле и считал, что у него есть все шансы выдержать любой штурм. У Разина было 10 тысяч человек, в гарнизоне Астрахани 12, имелось около 500 орудий разного калибра, а сама Астрахань тогда была мощной крепостью со стенами высотой более 8 метров и толщиной больше трех. Однако все это была чистой воды математика, а ею битвы сплошь и рядом не выигрывают. Прозоровский не учел настроений как своих солдат, так и горожан, откровенно симпатизировавших Разину. Когда Разины начали штурм главных Вознесенских ворот, значительная часть гарнизона попросту отказалась сражаться. Горожане, черный народ, вооружившись чем попало, стали набрасываться на сохранивших верность воеводе, стрельцов и солдат. Пытавшихся навести порядок офицеров, убивали их же подчиненные. Пока Прозоровский с верными людьми защищал Вознесенские ворота, разенцы с помощью местных уже перебрались через стену в противоположной части города и захватили значительную часть Астрахани. Самое интересное, особенно ожесточенное сопротивление оказали астраханские персы и немцы. Персы укрылись в одной из башен и отчаянно защищались, перестреляв несколько сотен казаков. Когда кончились пули, заряжали ружья монетами. Лишь когда у них кончился порох, они вынуждены были сдаться. Разин всего лишь велел посадить их под замок. То ли рассчитывал получить неплохой выкуп, то ли выгодно продать при случае. Немцам повезло меньше. Их было всего семь человек и двое русских. Также укрывшись в одной из башен они отстреливались полдня, потом разинцы подкатили пушки и положили всех девятерых огнем. На городской пристани отбивались голландские корабельщики и сдались лишь когда у них кончился порох, и все до одного были изрублены на куски. И орел, и яхты казаки сожгли. Столь крупными судами они попросту не умели управлять и потому никакой ценности в них не видели. Получивший полную вольность черный народ тут же использовал ее на всю катушку. Грабили церкви и лавки, убивали и пытали дворян, государственных чиновников и прочих лучших людей. Пример подавали сами разницы. Они подвесили за ноги на городской стене раненого в живот Прозоровского и его жену. По другой версии, Прозоровский и его сын подросток были сброшены с колокольни. Правда, через некоторое время Разин самыми жестокими мерами навел марафет, подозревая, когда грабить больше стало нечего, а убивать некого, и взялся устраивать некоторое подобие порядка. Разумеется, по казачьему образцу. Жителей разделили на тысячи, сотни и десятки под командой выборных атаманов, ясаулов, сотников и десятников. В качестве высшего органа городского самоуправления ввели казачий круг, то есть все жители города должны были сходиться на общее собрание и обсуждать текущие городские дела. Разину попросту не приходило в голову, что такая система управления вполне подходит для казацких станиц и городков, но в крупных городах решительно непригодна. Вот теперь всем, в том числе и самому Разину, стало окончательно ясно, что это уже не поход за зипунами, а самый настоящий бунт, и вел себя Разин соответственно, оставив прежние грабежи, с тринадцатитысячным войском двинулся вверх по Волге. Трудно сказать, какими были его собственные потаенные окончательные замыслы. Следствие, нужно заметить, в это особенно не вдавалось, быть может, не желая услышать что-то особенно для себя неприятное. Вероятнее всего, он намеревался перестроить всю сесть на московский трон. Почему бы и нет? Смутное время закончилось не так давно, сохранилось даже немало его очевидцев, пусть и глубоких стариков, и в народной памяти еще не изгладились истории многочисленных самозванцев, пытавшихся завладеть троном. Есть еще одна версия, но о ней чуть погодя. Как бы там ни было, есть свидетельство, что Разин всерьез собирался идти на Москву. Его многочисленные русским губерниям, появляясь даже в Москве, распространяя прелестные письма, так тогда именовались прокламации, в которых черный народ призывали истреблять лучших людей, обещая после этого установить повсюду казацкое равенство. Правда, царя и духовенство Разин старался особенно не затрагивать. Наверняка, зная старую русскую поговорку, царь хорош, только бояре плохие и дурно советуют. Более того, он велел обидь два струга материи, один черный, другой красный, и распустил вслух, что при нем находится сын царя Алексей Алексеевич, умерший в начале того же года, и никто иной, как патриарх Никон. Вроде бы даже имелись игравшие эти роли какие-то два мутных субъекта. Многие верили. Пропаганда сделала свое дело, в особенности если учесть, что большинство крестьян ненавидело соборное вложение 1649 года, лишившее их многих прежних прав. Мятежи распространялись как степной пожар, даже в местах далеких от охваченного действиями разенцев района запылали дворянские усадьбы, появились многочисленные шайки бунташных людей с самозванными атаманами во главе, сплошь и рядом не имевшими никакого отношения к казачеству. Одни действовали по идейным, если можно так сказать, мотивам, даешь прежние вольности, другие пытались под шумок примитивно пограбить. Во времена больших смут так обычно и происходит, и не только в России. В войско Разина в немалом количестве хлынули беглецы от цехи. Их, конечно, принимали для количества, но из-за известного пренебрежения казаков к мужикам вульгарно использовали как расходный материал пушечное мясо, а в случае серьезной опасности попросту бросали, уносясь на лихих скакунах. Да и информационная война, как ей и положено, имела свои хитрушки. С одной стороны, при Разине находился патриарх Никон, которому было предписано относиться со всем уважением, с другой, оставленный Разиным на хозяйстве в Астрахани атаман Василий Ус, безо всякого христианского смирения, пытал и сбросил с колокольней митрополита Иосифа. В Саратове и Самаре Разину открыли ворота, встретили хлебом с солью и колокольным звоном. Там повторилось то же самое, что и в Астрахани. Грабежи, убийства лучших людей, устройство жизни на казацкий манер. Крестьянское движение ширилось. Бунтовали кочевые племена, черемицы, чуваши, мордва. Ну и в Москве давно уже поняли, с чем имеют дело и насколько сильна угроза государству. По всей стране была спешно объявлена мобилизация всех служилых людей, приведены в готовность все маломальски боеспособные части. В начале сентября 1670 года Разин подошел к Симбирску, хорошо укрепленному городу, имевшему стратегическое значение. С его взятием открывался путь на Москву. Москва и без того была в кольце крестьянских бунтов и восстаний инородцев. В Симбирске разин и споткнулся и серьезно. Поначалу все прошло просто отлично. В Симбирске вспыхнуло восстание черного народа и Разину открыли ворота. Однако воеводы Милославский с московскими стрельцами и местными дворянами их много съехалось в Симбирск отступил за стены хорошо укрепленного местного Кремля, где можно было выдержать длительную осаду. Каковой разинцы немедленно и приступили. Однако дело шло туго. У Милославского было пять тысяч человек, у Разина двадцать. Однако значительную часть из этих двадцати составляли как раз те самые лапотники, не обладавшие абсолютно никакими военными навыками, не говоря уж о штурме укреплений. Под Кремлем Разин простоял почти месяц, предпринял четыре штурма, все до одного окончившиеся неудачно. Правда, и у Милославского возникли свои нешуточные проблемы. Продовольствия и воды в Кремле было слишком мало для такого количества людей. Еще пара недели стало бы совсем скверно. Однако помощь Милославскому пришла как раз вовремя. Из Казани привел войска воевода Юрий Борятинский. Узнав о его приближении, Разин не стал дожидаться, оставил под Кремлем небольшое количество войск, а с остальными сам бросился в атаку, рассчитывая на всегдашнюю казацкую удаль. Вот только войско Борятинского состояло не из стрельцов, а из полков иноземного строя, вооруженных и обученных на европейский манер, с хорошей полевой артиллерией. С ними трудно было тягаться не только крестьянам, но и казакам. Борятинский грамотно пустил вход пушки, а потом рассеял противника оружейными залпами, не доводя до рукопашной, и пробился к Кремлю, заняв почти весь Симбирск. Разинцы, несмотря на большие потери, попытались вновь штурмовать Кремль, но Борятинский ударил по их самому слабому месту, отправил рейтарский полк, чтобы захватить стоящие на реке струги мятежников. Если бы это удалось, разинцы оказались бы отрезаны от низовьев Волги, от той же Астрахани, где пока что крепко сидел Василий Ус. Лошадей у них не было, а пешком от конных рейтаров не больно и убежишь. Так что разинцы бросились к стругам и спешно отплыли, как обычно бросив всех мужиков. Собственно, на этом всем честолюбивым мечтам Разина пришел конец. Кроме Астрахани, его казаки удерживали еще несколько городов поменьше, но на подмогу Борятинскому тоже сильным войском подошел Юрий Долгорукий и за три месяца ликвидировал все очаги сопротивления в Поволжье, методами, которые сегодня ужаснули бы интеллигента гуманиста, а в те времена при усмирении подобных бунтов были в большом ходу по всей Европе. В общем, неподалеку от Разина явственно замаячил толстый полярный зверек. В январе 1671 года он вернулся на Дон и засел в городке Кагальник. Теперь у него оставалось не более трех тысяч человек. По каким-то своим соображениям он решил на сей раз захватить власть на самом Дону и попытался взять столицу войска Донского городок Черкасск. Домовитые, имевшие неслабое превосходство в силах, штурм отбили и Разину пришлось убраться во своясь. Теперь он окончательно достал и благонамеренную часть Донцов, которым никак не улыбалось ссориться с Москвой, особенно теперь, когда поблизости добивало остатки мятежников немаленькое царское войско. В апреле домовитые, во главе с войсковым атаманом Яковлевым, сами осадили Кагальник и сожгли его дочиста. Разина с братом Фролом взяли живыми, заковали и отвезли под сильным конвоем в Москву, где Разина, как легко догадаться, отнюдь не собирались кормить пряниками. С чего бы вдруг, за все его художество. 6 июня 1671 года его четвертовали в Москве. Астрахань, правда, продержалась до ноября, но потом взяли и ее, захватили живьем Василия Уса и пряниками тоже кормить не стали. На том и кончилось. Но кое-какие непроясненные моменты существуют до сих пор. Непонятно, почему Разин, никогда не отличавшийся православным благочестием, дважды ездил паломником на край света в Соловецкий монастырь. Гораздо ближе имелось немало других православных монастырей, пользовавшихся особым уважением. В том же Киеве хотя бы. Есть один интересный нюанс. Во время обеих поездок Разина на Соловки церковный раскол еще не полыхнул, но кое-какие огоньки уже разгорались. Когда раскол все-таки грянул, и староверы оказались объектом лютых репрессий, они в большом количестве бежали не только в Польшу, где основали знаменитую общину на Ветке, территория нынешней Белоруссии, но и на Дон. А Соловецкий монастырь категорически отказался принимать реформы Никона, став этакой русской Ларошелью. В 1676 году началась осада монастыря царскими войсками и продолжалась восемь лет. Соловецкий монастырь был построен как мощная крепость, и взять его было ох как нелегко, да и взяли-то в конце концов не благодаря воинскому умению, а в результате предательства кого-то из осажденных, показавших потайной ход. Источники тех времен отмечают, что среди защитников монастыря было немало беглых с дона разенцев, так что тема разен и старообрядцы еще ждет своего исследователя. Между прочим, желание Разина взять Москву по тем временам не выглядит какой-то несбыточной утопией, учитывая количество горючего материала в виде обозленных ползучим закабалением крестьян и городских низов. Даже сто лет спустя Пугачев вполне серьезно строил подобные планы, а уж во времена Разина, когда прошло всего пятьдесят с лишним лет, Москва опять-таки всерьез собрался брать с целой армией Иван Болотников, личность во многом загадочная и до конца непроясненная даже сегодня. Народу за ним шло немало, потому что Болотников провозгласил краткую, но крайне привлекательную для простого народа программу перерезать всех бояр, дворян и просто богатеев, а их хозяйство и жен взять себе. Такие программы принимали с большим воодушевлением и не только в России и не только в те времена. Теоретически рассуждая у Разина были, пусть и слабые, шансы взять Москву. Но вот потом, потом непременно наступило бы новое смутное время с помощью казачьего круга ни с Москвой, ни с другими крупными городами не управиться, а главное не создать крепкой центральной власти. Значит, снова совершенный хаос, все воюют со всеми, претендентов на престол объявляется столько, что не сосчитать, шведы с поляками и крымцами, как и в прошлую смуту, вторгаются очень быстро, одним словом, ничего хорошего, кроме плохого. Хотя, если называть вещи своими именами, Разин был всего-навсего главарем разбойничьей шайки, правда, самой крупной в XVII веке после смутного времени. В советские времена, как многие должны помнить, из него сделали идейного борца с царизмом, озабоченного исключительно тяжкой судьбой простого народа, того самого, который Разин преспокойно использовал в качестве пушечного мяса. Советские энциклопедии и школьные учебники именовали его не иначе, как выдающимся руководителем крестьянской войны против феодально-крепостнического гнета, что истине мало соответствует. А о шалостях Разина на Волге и в Персии старались не упоминать, прекрасно понимая, что это бросает тень на светлый образ народного печальника. Так вот, самое интересное. Подобная точка зрения родилась не после революции, а значительно раньше, во второй половине XIX века, когда в России расплодилась и понемногу набрала силу либеральная интеллигенция. Как и у нынешней, у нее была какая-то патологическая страсть ко всевозможным блатарям, провозглашавшимся борцами за свободу. В них зачислили и Разина. Кроме песни о персидской княжне появилась еще одна, якобы народная, а на деле тоже написанная неким интеллигентом «Есть на Волге утес». «Есть на Волге утес диким мохом оброс». И далее подробно повествуется, что именно на этом утесе любил часами просиживать разен, размышляя о счастье народном и о той самой борьбе с феодально-крепостническим гнетом. И если найдется человек всей душой и сердцем болеющей борьбой за свободу, то утес великан, все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет. Как и из-за острова настрежень, эта песня до революции имела большую популярность у вполне законопослушных граждан, к беднякам отнюдь не принадлежавшим и ничуть не горевшим желанием воевать за счастье народное. Ничего удивительного. Как явствует из примера с Робином Гудом и множество подобных ему европейских персонажей, блатная романтика давно привлекала не одних лишь россиян. Вспомним, с каким воодушевлением горланят баллада об убийстве епископа разбойникам вполне себе добропорядочные британские обыватели. А вот самое что ни на есть простой народ, за счастье которого Разин якобы боролся, вот у него отношение к Разину отчего-то нисколечко не совпадало с тем, что бытовало среди либеральной интеллигенции. Чисто народный фольклор, сочиненный негородскими интеллигентами, а самым что ни на есть простонародьем отчего-то очень по-разному относился к Пугачеву и Разину. Вот Пугачев как раз сплошь и рядом рисуется борцом за народное счастье, снизка за нем проникнуты искренним расположением, а вот Разин частенько рисуется как злобный колдун, иногда карлик наподобие гнома, наделенный сверхъестественными способностями, употребляющимися во зло. Иные предания не уступают по увлекательности романам Стивена Кинга. Разин колдует, призывает на подмогу бесов, летает по воздуху на лодке, обитает в заколдованных пещерах, зарывает заклятые клады, которые так просто случайному человеку не взять такое вот отношение. Продолжение следует...